МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рёв моторов, яркие мотоциклы, парни в кожаной одежде. Местные жители уже привыкли. Не первый год у этого гаража собираются байкеры из мотоциклетного клуба 77 Рус Интернешнл. Вообще реагируют совершенно спокойно. Во-первых, здесь никогда не было ни одного эксцесса. Более того, наоборот, в случае каких-то непонятных ситуаций мы, как правило, приходили на помощь. Те же самые местные органы правопорядка с нами давным-давно знакомы. И, как говорится, приезжают, здороваются. Единственная у них там просьба, чтобы после 10-11 вечера не было таких громких звуков. Такого, естественно, мы идём им навстречу. И ночных покатушек здесь не устраиваем. Здесь можно и приехать, и отдохнуть. Там в уголке помещение замечательное. И, как говорится, и чайком отпоиться после тяжёлой дороги, и мотоцикл поставить. Вот так вот у нас маленький, скромненький, уютненький гараж. Сейчас мы проводим переговоры касательно аренды достаточно крупного помещения, которое уже будет с баром, с концертным залом и подобное. То есть всё подходящее. Плюс с сервисом, с мотоциклетом. У нас клуб больше всего мотоциклов, которые, в первую очередь, удобны для езды. Без выпендрёжа, с некоторой претензией на культуру. Естественно, на байкерскую культуру. Но без выпендрёжа особо. Но поскольку мы не только по Москве покатушками, скажем так, увлекаемся, мы гоняем на дальнобой, в Питер, в Алдай, Переславль-Залезский, на Украину, в Киев, в Одессу, ну, куда. Иногда это настолько приятное уже, как бы, такое традиционное место. Здесь всё как бы знаем, всё наше, сделано всё своими руками, всё переоборудовано. Ну, периодически, конечно, захламлено, но это у всех всегда бывает. Потому что когда аппараты стоят кучей, особо не пролезешь, не найдёт в порядок. А так, да, периодически собираемся, обсуждаем, договариваемся, делаем, либо не делаем. Здесь у нас, собственно, вот такая вот наша клубная рем-зона. Ковыряемся, зимой здесь хранимся. Конечно, все мотоциклы далеко все не влезают сюда, ну, хоть как-то. То есть друг другу по ним помогаем. Как бы клуб – это изначально сообщество людей, которые, помимо того, что братья, это как бы общие интересы, то есть взаимопомощь. Знаешь, а помнишь, как мы, короче, в погоню за десяткой, короче, пустились? Возвращаемся, короче, возвращаемся, короче, слышу, из Иванова. Ну, таким небольшим составчиком, пара машин, пара мотоциклов. Зашибись, какой-то крендель на десятке серебристый подрезает товарища Жене. Я прямо через шлем АШТ на всю область Ивановскую издаю клич команды. Догнать, сволочь! И, короче, мотоциклы резко ускоряются до 140-160 км в час. Надо было видеть, как свалила от нас эта десятка. Да-да-да, надо было видеть, как свалила от нас эта десятка. Но самый большой прикол в том, что мы ее все-таки не догнали. Он очень резво так по рядам. Поехали! 77 РУС появился в 1994 году. Несколько друзей приобрели мотоциклы и стали ездить вместе. Через несколько лет было придумано название. Дело в том, что один из основателей решил прочно заассоциировать клуб с Москвой, чтобы показать клубам международного формата из других регионов России то, что клуб является конкретно московским. Поэтому за основу цветов был взят кусок номера, стандартного номера, который можно увидеть на любой машине. Короче, байкеры – это кожаные жилеты, пиво и телки, а не спортбайки, косплей-космонавты. На спортбайках нельзя сейчас ездить. Дело в том, что на заправках пластиковые тары не заправляют вообще, ругаются. Поэтому бесполезно, без бензина останешься. Только-только, без подполы кое-как. А тут вон там по полтонны железа, все нормально. Поэтому что можно спортбайкерам посоветовать? Пересаживайтесь там? Про свой балду с пластиковой тары молчал бы. Не надо, не надо, она железная все. Там пластик. Начинайте пить там на руле, и все будет нормально. Там здесь сверху, а бак там железный. Вас будут принимать за своих. Дальше развитие клуба шло понарастающее. Сейчас в московском отделении почти 40 человек. Также появились чапты 77 РУС в Бресте и Белореченске, Краснодарского края. У нас очень разные люди. У нас от молодых людей лет 19-20 и до таких дяденек хорошо за 30, ближе к 40. Разного достатка, разной обеспеченности из разных социальных слоев. Люди, которых объединило одно. Любовь к двум колесам, любовь к байкерскому образу жизни и уважение к тем правилам, тем, скажем так, подходам к жизни клуба, которые приняты вон. Дальше все было хорошо. Дальше все было хорошо. Дальше все было хорошо. Дальше все было хорошо. Все по-взрослому выводу. Зато я смотрю, ты индикатор напряжения обсадил. Ну, это обязательно, такие фотоциклы. Конечно, не приспособлены для музыки, а голду брать не принципиально не хочется. Теперь 77 РУС предстоит поменять флаги, баннеры, а также самое главное – клубные нашивки, которые скоро займут свое законное место на кожаных и джинсовых жилетах. Дядька-череп, как видишь, у нас вот это вот то, что будет. Держи, как только, как только объявляемся, сразу пришиваешь, чтобы я тебя уже в новых нашивочках видел. С сегодняшнего дня члены клуба будут жить под четким правилом, прописанным в традиционном уставе МС-клуба. В первую очередь это строгая иерархия. У нас в клубе, соответственно, есть несколько иерархических ступеней. Начать путь в клуб можно со статуса «friend». Это статус ни к чему не обязывает. Но, тем не менее, нашивка, которая выдается этому человеку, показывает его принадлежность к нам. Нашивка «friend» означает, что мы друзья клуба. То есть у нас еще есть такая вот нашивка «respected friend», то есть «уважаемый друг». Это такая отдельная статусная, можно сказать, вещь. На весь клуб только две нашивки таких. Вот таких. Вот таких, да. На весь клуб. Больше таких не удалось. Потом идет субпорт, поддержка. Наши основные бойцовские, рабочие силы. Сейчас буду охранять пока вход, выход. Пускать людей, не пускать. Как скажет начальство, так и будем пускать гостей. Из суппорта можно перейти в ханги-раунды. Ханги-раунд – это человек, который присутствует на клубных собраниях и имеет нашивку в виде птички на левой стороне жилетки. Потом идет проспект. Проспект имеет верхний и нижний рокер и табличку на спине с надписью «МЦЦ». Пока «МЦ» уже начинает с завтрашнего дня. Далее идет мембер. Мембер – это полноправный член клуба. Он может высказываться на собраниях. Он может присутствовать на всех собраниях, кроме закрытых. И далее идут фуллмембера и офицеры. На данный момент фуллмемберская должность для нас является нечто вроде значка за выслуги лет. Как видите, у меня его нет, так как я пришел в клуб не так давно. Но, тем не менее, я являюсь офицером. Это высшая ступень доверия клуба к человеку. Высшая иерархическая ступень в «МЦ-клубах» включает 9 должностей. Это президент, вице-президент, начальник службы безопасности, сержант по оружию, которым являюсь я, казначей, ответственный за акции, секретарь, дорожный капитан и эль-механик. Иерархия сделана в любом «МЦ-клубе» для того, чтобы присутствовал некий состав людей, которые бы имели практически такие же полномочия, как и президент. И слово любого из так называемого «ферст-найна» в составе 9 членов совета. Это обусловленный приказ. И, безусловно, это мнение президента для любого из остальных членов клубов. Алло, Тёма, брат. Ну что, увидимся на вечеринке? Да, Тём, да. Всё, увидаемся. Давай, братух. Тёма, братух. Тёма, братух. Встречаем. Давай, тебя тебя не повстречаем. Иди сюда. Ну что, братья, послепить! Быть всем в обязательном порядке. Такой приказ президента остальным членам клуба. Сегодня один из самых важных дней в истории 77 рус. Из МСС он переходит в статус МС. Ну что, ребята? Пойдём веселиться! Пошли! Иди, откопайте, пацаны! Они просто раздут. Зачем мы как раздут? Мотосайкл комьюнити клуб – это мотосообщество. Люди, которые в основном могут придерживаться каких-то правил, не придерживаться. По большей части они просто катаются. МС – это уже серьёзные ревьянки внутри клуба, серьёзные заявки на определение муцепетной политики в своём регионе. Ну и вообще серьёзная ответственность и серьёзное уважение страны. Сам переход клуба в другой статус проводится в закрытом формате в присутствии старших офицеров и руководителей других уважаемых МС-клубов. Я вкратце рассказал историю клуба, объявил о готовности клуба принять статус МС и после этого выслушал мнение представителей всех уважаемых инспектов клубов, которые на этом мероприятии находились. К счастью, все отреагировали очень благосклонно. Нас поддержали и общим решением клуб объявил себя МС, представил старших офицеров клуба и предъявил всем новые цвета, новую эмблему клуба с изменившимся названием. Братья, я поздравляю всех с принятием статуса МС. Вот уже 10 минут назад наш клуб официально стал МС. Это очень большое событие в жизни клуба. Прямо, скажем, переломный виток в истории. Мы очень долго выходили из гаражно-духательного состояния, но вышли и движемся вперед быстрыми темпами. Я надеюсь, что не только не избавим эти темпы, но и, скажем так, оправдаем то высокое доверие, которое было возложено на нас теми клубами, которые нас поддержали. Я желаю то, что мы сделаем сегодня, что мы сделаем сегодня для всех правильных, нормальных, грамотных, почитающих старые правила МС-шных клубов, стать МС, если они этого заслужили. Ура, братья! Ура! 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 На Выхино. Слушай, я как бы говорить не могу, ага. Езжай домой, там потом созвонимся. Все, давай. К сожалению, это неизбежная популярность у девушек, которые регулярно звонят, напрашиваясь на встречи. Пиво-сиськи рок-н-ролл. Если есть что показать, почему бы и нет? Уставу женщин в МС-клубе нет места. Тем не менее, невозможно представить байкера без верной боевой подруги. Но есть некоторые ограничения, куда девушек нельзя пускать. Это какие-то мужские собрания, какие-то собрания фулл-мейберов, мейберов. То есть, может, даже где-то пускают суппортов, но девушек не пускают, потому что это именно мужские разговоры, мужские дела. Девочке мастера заказать корсетку, вот так вот под грудь, чтобы он примерно, ну, вот такой длины был. Ну, естественно, тоже шнуроку можно сзади, можно сбоку, где угодно. У нас это все было. В принципе, сделаем? Отлично! Все, 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 все. Все, все. Постельную помощь оказываю. Банально на тех же самых выездах по кухне, по лагерю, то есть там развести костер, приготовить, поесть, там банально так, ну, вот. Помыть мотоцикл, развеселить мужчину, привезти его в жизнь, вернуть чувство. Отличные отношения между мужчинами и женщинами и отношения женщины и клуба – это две разные вещи. Есть у нас некоторые девушки, которые катаются с нами в клубе, вот, у них, естественно, они получают нашивку «Фред», потому что девушки не имеют права вступать в клуб, но когда у этой девушки могут складываться отношения с каким-то молодым человеком из клуба, могут и нет. То есть никто никогда не будет гнать никакую девушку, которая хочет кататься рядом. Пока я езжу только с мужем, как пассажир, но собираюсь в этом году, ну, в крайнем случае, в следующем, сама уже садиться на мотоцикл, получать права. Многие из нас занимаются профессиональной деятельностью еще, которая приносит пользу куху. Мы занимаемся, большая часть женского коллектива занимается еще благотворительностью, поскольку наш клуб это активно продвигает. Строги на вид, добрые внутри. Девочки стоят на фейс-контроле. В клубе не состоят все же друзья, или это нормально? Нет, на самом деле, нисколько не обидно, потому что все понимаем, что где женщины и мужчины, там обязательно будет какой-нибудь спор, ссора, там, все что угодно. Поэтому мальчики у нас отдельно, девочки отдельно. В данном конкретном мероприятии мы следим за кассой, продаем билеты, следим за проходом, то там, и в гости встречаем. Ну, рассказывайте. Мы торговали уже на 100 баксов. Мы торговали на 100 баксов, молодцы. А всего, да, всех золотомерств, обелители. Кроме двух. Короче говоря, все как сказал. Все четко. Никому, чтобы не обидеть, но получить. Да. Два офицера. Ты думаешь, мы кого-нибудь можем обидеть? Нет, конечно, мирные силы. 77! Мы лучше всех! Ура! Мы очень стараемся. И мы будем защищать свои границы всегда и везде. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Потому что это настоящий русский клуб, который ориентируется на русские традиции, что на самом деле очень хорошо. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ром по кубинскому рецепту был приготовлен специально для этого дня. Торжественная часть церемонии закончена. Теперь самое время отметить это событие по-байкерски. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Пацаны потянут. Дай бог им здоровья. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Салют, brotherhood, дети ветра и свободы Салют, brotherhood, дух бойцов не терпит моды Салют, brotherhood, наши братья все кто с нами Салют, brotherhood, в наших душах враг и плавят У них был взлет, у них был падение Сейчас у них те люди, которые сейчас в клубе Это те реально люди, которые готовы идти за своим президентом Которые уже прошли большую, довольно-таки, байковскую школу Которые понимают, к чему они идут, зачем и для чего Это самое важное И я буду рад, если у них все это получится На пути стальной армады развиваются преграды Скорость, риск и жажда жизни диким далям молят нас Наша сила в наших братьях, наша вечность в наших сестрах Наша правда вольна в духе, непреклонна в сняли глаз И влечет в лени и сильная дай И потом шпатает в нас Все мы знаем, что умрем, но байкер живет так, как будто будет жить вечно Давайте, братья, ура! 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 Свободы! Союрод, brotherhood Друг бойцов ветер без воды Союрод, brotherhood Наши братья, все, кто с нами Всем, кто приходит в наш клуб Во-первых, я всегда их спрашиваю А почему к нам клубов много? Очень интересно слышать ответы людей Ответы разнятся А потом я им добавляю, что Ребят, вы здесь будете тратить свои нервы, свое время, свои финансы У вас поменяются приоритеты, возможно, как-то Потому что это затянет У нас по-другому не бывает Но при этом вы будете среди людей Которые в любой момент за вас отдадут все Вы будете на своем месте, вы будете счастливы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова